МОН-МАРТРА Россия, как говорят, идет по тому же пути. Некоторые парижские улочки уже напоминают восточный базар. Торгуют прямо с земли лепешками, поддельными швейцарскими часами и китайскими тряпками. Иногда полиция устраивает облавы. Кого-то ловят, кто-то убегает. Карабинеры ругаются, караван идет дальше. В 70-е годы быстро растущая французская экономика нуждалась в дешевой рабочей силе. Пятая республика открыла свои границы для выходцев из бывших колоний, потом для их семей. Ехали за работой и лучшей жизнью. Теперь Европа в кризисе, и работы даже коренным французам не хватает. Парижские пригороды, застроенные социальными многоэтажками, превращаются в преступные гетто. Туда даже полиция не рискует заезжать. На крышах наркодилеры держат микроволновые печи или кровати, которые они сбрасывают на полицейских. Полиция с помощью пожарных поджигает эти дома, чтобы выкурить преступников на улице. Оливье Декрок показывает нам небольшие городки Сент-Уан и Сент-Дени. Подъезды к многоэтажкам контролируют шуфы, смотрящие за торговцами наркотиками. Вот один из них подходит и бьет нашего оператора по лицу. Поехали, Саша. Поехали еще. Оливье командует, что пора убираться из района. Шуфы стреляют не раздумывая. За последний год в перестрелках в Сент-Уане погибли несколько смотрящих. Хоронили их как героев, перекрыв центральные улицы. В арабские кварталы с телевизионной камерой лучше не соваться. Идем туда со скрыткой. Так безопаснее. Вот наркодилер получает деньги за свой товар. Сует покупателю в пакетик с героином. А этот торговец заметил в толпе полицейских и ведет клиента вглубь района. Если покупатель не местный, то его могут просто ограбить. Подождите здесь. Возвращается уже с товара. Дмитрий Декошко 20 лет назад приобрел в Сент-Уане дом. За эти годы городок практически перестал напоминать старую добрую Францию. В школьных столовах больше часто не дают свинины. Иногда даже давят на детей, которые не обязательно мусульмане, чтобы они не ели свинину. В некоторых городах сделали, установили определенное расписание в бассейнах, когда могут купаться только женщины. Это и завтра. Это, конечно, могут быть и автобусы, где будут разделены на женщин, на мужчин. На весь город осталась только одна мясная лавка, где можно купить нехаляльное мясо с кровью. Мясник недавно сам был ограблен и сильно избит мигрантами, но в интервью предельно толерантен. У нас было семеро французских мясников, извините, традиционных мясников, потому что если я скажу французских, тогда наш мэр будет недовольна, и она меня просто убьет за это. Марин Лейпен – лидер Французского национального фронта. Этот фронт называют и российским, и фашистским. Но на последних президентских выборах за Лейпен и одновременно против миграции проголосовало почти 20% французов. Эта миграция была использована чиновниками для искусственного понижения зарплаты. Сегодня, без всякого сомнения, это тяжелый груз для экономики Франции. И, безусловно, это является прямой опасностью для французской идентичности. Как совершенно правильно сказал Владимир Путин, через 20 лет Франция станет колонией своих бывших колоний. Как уверяет Марин Лейпен, за эти годы во Францию приехал 12 миллионов мигрантов. Это уже четвертая часть от всего населения. Впрочем, депортации Лейпен не призывает. Нет смысла выливать воду из лодки, если там есть дырка. Надо сначала закрыть эту дырку и починить лодку. Для этого надо сначала выйти из зоны Шенгена. Мне было 13 лет, когда меня отдали замуж за 40-летнего мужчину в обмен на возможность легализоваться моему брату в Европе по поддельным документам. Диарья Туба из Гвинеи привезли в Голландию. Оттуда ее новый муж переправил в Париж. Заставлял рожать детей. За них во Франции выплачиваются солидные пособия. Я два раза была беременной, но так и не смогла выносить ребенка из-за того, что муж постоянно меня бил. Франция в шоке от тех обычаев, которые привозят с собой в багаже мигранты. В некоторых мусульманских общинах до сих пор практикуется варварское обрезание у маленьких девочек. Неблагополучные мигрантские районы – благодатная почва для исламского радикализма. Шаразад – сотрудник полиции. Работает в отделе по борьбе с терроризмом. Как никто другой, знакома с травами и обычаями парижских пригородов. Несколько лет назад ее руки и сердце добивался выходец из Пакистана. Получив отказ, облил девушку кислотой. Они привозят сюда свои обычаи и пытаются навязать их другим. Это просто неприемлемо. Они не хотят интегрироваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова